Всем привет! С вами Ольга. Я сегодня первый раз нарядилась в пуховик с перепугу. Не знаю с какого, на улице плюс 9 градусов. Но что-то все тепло одеты, думаю, надо мне тоже. И знаете, я вам скажу, что я хоть и расстегнутая, но мне комфортно. То есть я не запарилась от жары. Моим любимым стал зеленый свитшот. Вот. И вообще у нас на следующей неделе обещают уже минус 6 и снег. Я надеюсь, что прогноз не оправдается, потому что снег в Ереване это стихийное бедствие. Здесь так интересно, прямо посреди дороги растет этот, как он тут, шелковица по-русски. На ноги я надела вот эти вот свои новые ботинки с Валберис, которые я вам показывала в прошлом видео о покупках. Кто не смотрел, посмотрите. Ну и в них довольно-таки комфортно. Я вроде как иду спокойно, ничего нигде не натирает, не жмет. В общем, нормально. Тут еще листики гоняются. Ой, а я иду на почту. Надеюсь, сейчас там нет толпы. В общем, я поперлась на почту за хату платить, потому что я не знаю, как платить за вывоз мусора. Через автомат там или через мобильный банк. Из-за этого мне пришлось идти сюда на почту, но заодно и за все. Заплатила за всю коммуналку, короче говоря. Хорошо зашла, никого не было. Потому что пока я там рассчитывалась, набежала какая-то куча народу. А тут уже отопление включили вот в таких вот учреждениях общественных, так скажем. И вы представляете, в этом пуховике, блин, в маске, в отоплении я там чуть копыта не отбросила. Слава богу, что мне в очерке не пришлось стоять. Так, сейчас зайду в Ереван-Сити. Куплю кое-что из продуктов. Туман у нас все еще сохраняется. Вообще в Ереване вот осенью и зимой очень распространены вот эти туманы все. И слава богу, что сейчас уже хотя бы небо видно. Я помню, что одну зиму несколько лет назад, где-то с ноября по конец февраля, Ереван находился в такой туманной яме. Буквально там видимость была метров 30. И ни неба было не видно, ничего. И это вот продолжалось несколько месяцев, что уже народ везде депрессию впал. И на Новый год мы поехали в ЦАХ-Одзор, то есть в горах высоко. Там солнце светило, и вот сверху было видно, как Ереван в этом котле тумана стоит. Ну, сейчас хотя бы он такой. Ну, далеко не видно, но, в принципе, когда по улице идешь, не чувствуется, что есть туман. И, кстати, вот когда идешь за ветром, мне жарко стало. Ну, ладно, жаркостей не ломится. Смотрите, у нас розы все еще цветут. От всех странах уже во всю Кождеству готовятся к Новому году. Но у нас здесь ситуация, это, скажем так, дрянь. Поэтому о никакой подготовке к Новому году вообще речи не идет. Раньше вот эту вот елку наряжали гигантскую. В ней почему-то несколько верхушек. Здесь тоже розы во все цветут. В общем, в этом году еще ничего не продают даже к Новому году. С хреновой ситуацией, под хреновой, вернее, ситуацией я имею в виду. Внутри политический кризис в стране. У нас сегодня так ветрено, ужас. Когда, несмотря на все сотворенное за эти два с половиной года, люди, несмотря на многочисленные каждодневные протесты, в которых участвует все больше и больше населения, народа, как раньше они их называли. Но теперь это не народ, по их словам. Пытаются в данной ситуации, как говорится, и рыбку съесть, и, сами знаете, что второе. У нас, кстати, русских прибавилось. У нас их так их дофига. А сейчас еще больше стало в нашем районе. Ну, потому что у нас здесь, я уже говорила, школа пограничной службы ФСБ, и поэтому все семьи их размещают здесь. Ну, в общем, сейчас так получается, что людям не до Нового года. Все просто ждут, когда у правительства хотя бы немного, я не знаю, о наличии совести тут речи вообще не идет, потому что человек, несмотря на все сотворенное, имел наглость появиться на поминальной службе погибших. Я не знаю, как там его громблю, не разверг. Вот, в общем, сейчас ждут, чтобы каким-то образом наладилась эта внутриполитическая ситуация. И у страны, у руля страны, так скажем, стало правительство, которое способно вести переговоры, которое способно заниматься экономикой, здравоохранением, образованием, то есть всем тем, что было опущено на дно за эти два с половиной года. Я собираюсь пересаживать свою орхидею. Она у меня до сей поры в транспортном горшке растет, наверное, уже полгода. И она начала, в общем, вот так болтаться в этом горшке, по-видимому, висеть там на нескольких корешочках. И она начала обильно давать вот эти вот новые корни. Причем, вот это вот, это же не корень, да? Это же, она стрелку дает цветочную. Надеюсь, что да. В общем, я сейчас помою, уберу этот транспортный горшок и посажу вот в этот фиолетовый горшок. Сейчас, Вере, вонсите грунт. Ну все, пересадила, теперь она не болтается. Вот так вот она выглядит. Я вообще не умею их пересаживать. Ну, надеюсь, все правильно сделала. И вот это вот, как он называется, этот черенок цветоносный, да? Или как он еще по-другому называется? Я не знаю, вот если оно под листом растет, оно ему мешает или нет? На всякий случай такую раскоряку поставила, чтобы было куда расти. На обед сегодня я вот готовлю такое блюдо, которое называется хо-хоп. Это у меня, в общем, это мясо в луковом соусе. Тут, в принципе, мясо можно любое взять, но у меня это вот свиные ребрышки. Вот такие вот. Их нужно обжарить, потом обжарить с луком, немножечко добавить воды и тушить, пока мясо не начнет разваливаться где-то около часа. И в качестве гарнира к нему я буду картофельное пюре делать. У нас дождь идет, как вам мой виток? Так вот выглядит наш двор. Пока еще... Ой, подикая-то нитка с дерева висит. Вот мне интересно, куда делись дворники. Уже два года нормально они убирают двор. Раньше у нас была одна женщина-дворник, которая приходила через день. Сейчас их тут ходит целая компания. Из четырех-пяти человек беседочки посидят и уходят. Вообще, где организация? Мне интересно. Бардак полный. Смотрите, как у меня за сутки вырос вот этот вот цветонос. Кстати, вот этот второй, на который я думала, что это корень, это тоже оказался цветоносом. Я проконсультировалась со своей подругой. Она сказала, что это цветоносы и ничего подставлять сюда не надо. Вроде того, что они сами на дорогу найдут. Но я все равно подставила. В общем, растут на глазах, можно сказать. И еще, смотрите, у меня уже расцвел декабрист в этом году, в ноябре. Он обычно у меня вообще как попало цветет в любое время года. В прошлом году он цвел, наверное, не с декабря, а где-то с января по июль. Без конца, без край. В этом году в ноябре начал цвести. Причем у меня здесь как бы два ствола находятся. Вот один и второй. И они цветут половинами. То есть сначала одна половина вот эта вот отцветает, потом начинает вторая. А вот в этом году он прямо вот со всех сторон начал одновременно цвести. Правда, вот эта вторая половина не так густо, как здесь. По-видимому, он еще потом тоже будет цвести. В общем, это такой цветок, который не особо красивый, но очень красиво цветет. Я его купила, когда у него была буквально там вот малюсенькая вот такая веточка одна. И он у меня не цвел, наверное, лет шесть. И я уже ему сказала, что все, дорогой, не зацвечешь, я тебя выброшу. И вот с тех пор он у меня цветет прямо, можно сказать, круглый год. И в конце влога я вам покажу рецепт самого вкусного в мире лимонного пирога, который, к тому же, очень легок в приготовлении. Далее этого я достала свою антикварную кулинарную записную книжку 1988 года. Этот рецепт, по-моему, я у кого-то из Нижневартовска взяла, уже не помню у кого. В общем, что нам понадобится? Два стакана муки, 200 граммов сметаны, 200 граммов маргарина и пол чайной ложки соды, которую я загашу лимонным соком. Все, для теста больше ничего не нужно. Для начинки нам нужен один или два лимона. У меня лимон гигантский, поэтому я возьму один. И на один лимон один стакан сахара и одну столовую ложку крахмала. Все, больше нам ничего не нужно. То есть, элементарные продукты и очень быстрое приготовление. Тесто я готовлю следующим образом. Значит, нам нужно получить мучно-маргаринную крошку. Кто как делает, да? Кто-то там ножом рубит, кто еще как-то руками перетирает. Отлично, я делаю вот так. Ставлю крупную терку, нагребаю муку и натираю маргарин, который у меня подмороженный слегка. Так вот, загребая сюда муку, натираю все это дело на крупной терке. Все, у меня получилась вот такая вот распрекрасная крошка. Сейчас нам в эту крошку нужно добавить 200 грамм сметаны. У меня в банке 400 грамм, поэтому я беру половину банки. Также нам нужно добавить пол чайной ложки соды, которую я загашу лимонным соком. Все, больше в тесто не нужно ничего. Все, сейчас нам нужно все это дело вымесить руками. Это сделать, так скажем, не очень-то просто, но постепенно маргарин будет таять от тепла ваших рук, и тесто соберет в комок. Все, спустя 5 минут у меня получился такой кругляшок теста. Сейчас его нужно завернуть в пленку и минут на 20 отправить в холодильник. А тем временем будем делать начинку. Для начинки нам нужно первым делом измельчить лимон. Каждый делает, как ему вздумается. Можно его на мясорубке перемолоть, можно очень мелко нарезать, можно в блендере. Лично я натираю на терке, опять же, потому что мне неохота мыть мясорубку или блендер. Поэтому проще натереть на терке вместе со шкуркой. Обязательно вместе со шкуркой. У меня лимонный, вот я сейчас в магазин зашла, они их только-только выгружали, и они такие ароматные. Ой, слушайте, я прямо не могу, наслаждаюсь этим запахом лимона. Ароматерапия, в общем, у меня здесь еще происходит параллельно. У меня получилось примерно стакан вот этой вот лимонной натертой массы. Нужно выбрать обязательно отсюда все косточки, естественно. И теперь мы выливаем это дело в стакан же сахара. Тщательно перемешиваем. И даем минут 5 настояться, пока сахар не растворится. Лимон у меня оказался очень сочным. Если я его положу так, прям в пирог, то у меня все это вытечет. Поэтому я возьму столовую ложку с горкой крахмала. У меня кукурузный. Ну, не имеет значения, любой можно. И теперь моя начинка в процессе выпечки не будет никуда вытекать, а превратиться в желе. Тесто мое готово. Я сейчас, значит, отделю кусочек, одну треть, так скажем, для верхней части. И остальное будет у меня дно пирога. Все, раскатываем это. Я раскатала слой теста толщиной примерно где-то 5 миллиметров. Сейчас мне это нужно перенести на лист. Так, вот я принесла тесто на противень, застеленный силиконовым ковриком. В принципе, можно и бумагу для выпечки, что угодно подложить. Но, в принципе, лучше что-то подложить, потому что пирог легко довольно-таки прилипает. И сейчас нам нужно сформировать вот такие вот небольшие бортики, которые мы будем потом загибать сверху уже верхнего слоя пирога. Для этого я вот отсюда отрезала, допустим, и недостающие части здесь формирую. Тесто за счет большого количества именно масляной основы, маргариновой. Оно, в принципе, податливое и с ним легко работать. Так, все. Так, теперь берем нашу начинку. Выливаем. И немножечко оставляем. Вот столько мне понадобится. Потом, чуть попозже, распределяем все это дело сюда. Опа! Косточку не заметила. Так, и сейчас будем раскатывать пласт меньшего диаметра, чтобы накрыть наш пирог. И желательно этот пласт сделать еще и потоньше, чем нижний. И переносим пласт наверх пирога. Так, сейчас нам нужно вот эту вот верхнюю часть очень хорошо скрепить, вернее, нижнюю часть скрепить с верхней частью. Прямо вот плотно-плотно, чтобы ни одной дырочки не образовалось, чтобы наша начинка не вытекала. Так, смотрите, я вот защипила края, и теперь нам нужно эти края для, так скажем, еще большей надежности вот так вот завернуть и вилочкой примять. Ну, как бы тут можно заморочиться и какую-то красоту навести, да, но я вам гарантирую, что этот пирог настолько вкусный, что на его внешний вид вообще никто никогда не обращает внимания. Теперь нам нужно проткнуть верхнюю часть пирога, чтобы она во время выпечки, так скажем, не отслоилась, не образовался пузырь. И теперь нашу оставшуюся начинку выливаем сюда, в серединку. И как бы смазываем сверху пирог. И во время выпечки она превратится в такую лимонную карамель очень вкусную. У этого пирога вкусно и краешки, и серединка. В общем, я вам рекомендую, обязательно попробуйте. Однозначно вы именно такой рецепт пирога явно не ели еще. Рецепт не ели. Пирог по этому рецепту еще не ели. Так, все. Отправляем в духовку разогретую до 180 градусов до готовности. Мой пирог готовился 25 минут. Сейчас он выглядит вот так. Его нужно немножечко остудить прямо здесь на противне. Сейчас его, понятное дело, резать нельзя, потому что внутри фактически находится расплавленная карамель. Сейчас он немножечко остынет, минут 15-20. После этого я его разрежу и покажу вам. И вот так вот выглядит мой готовый, слегка остывший лимонный пирог. Два тонких слоя теста, внутри лимонная тянучка, а сверху лимонная карамель. В общем, двойной лимон, можно сказать. Пирог вкусен и в теплом виде, и в холодном. В общем, для любителей лимонов обязательно попробуйте испечь пирог по этому рецепту. А на этом я буду заканчивать видео. Кому оно понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем здоровья! Удачи и пока!